В Нягоне 40 кошек и почти столько же собак ищут семью. Специалисты городского приюта для животных Кошкин дом уверяют, что какие бы хорошие условия здесь не были, все равно это приют. У сотрудников просто не хватает времени, чтобы подарить каждому питомцу столько внимания, сколько ему требуется. Впрочем, дело без счастливых случаев не обходится. Так Николая Роговского в его день рождения в приют привели родители. По долгу службы они часто бывают в подобных учреждениях. Кроме того, уверены, что привили мальчику достаточно знаний для того, чтобы он стал ответственным хозяином четвероногого. Поначалу в Кошкином доме у юного югорчанина просто разбежались глаза, но выбор был все же сделан. У меня был ход, но мы его бабушке дали, он выбежал на дорогу, его передавил машиной. Этого ты, наверное, не будешь отпускать гулять? Нет, не буду. Я его буду звать Денис. Почему бы и нет? Да. Это в честь кого-то? Ну, просто Денис, да? Ну, да. Почему из приюта? Потому что, на самом деле, подавляющее количество животных сегодня выбрасывают на улицы. Они вот здесь, мы видели, очень много животных. Котят приносят пачками. Сами ездим на съемки, видим это, что, к сожалению, у нас жители очень безответственно относятся к тем, кого они приручили. И хотелось дать шанс хотя бы одному животному. Сегодня в Югре действуют 23 приюта на 5000 мест. Но их недостаточно, чтобы принять всех бездомных животных. Что может сделать каждый из нас для тех, кто без человека не выживет? Михаил Епихин и Юлия Самуэльсон поднимут проблему регулирования и защиты бездомных животных вместе с экспертами в прямом эфире проекта «Здесь и сейчас» на телеканале Югра. Прямой эфир начнется уже сегодня, 29 августа в 13.15, сразу после дневного выпуска новостей. Для тех, кто пропустит прямой эфир днем, повтор в 20.15. В Советском районе самые трудолюбивые школьники смогли заработать к началу учебного года. Речь идет о программе трудоустройства несовершеннолетних, которая работает в муниципалитете с 1995 года. В этом сезоне поработать успели две сотни человек. Оформляют подростков на работу официально. Для этого нужно заполнить специальную форму через портал госуслуг. После этого соискатель получает направление от центра занятости и приходит в городской центр услуг. Здесь предлагают три основных направления. Это благоустройство, творческие вакансии, связанные с организацией детского досуга, а также должности деловой сферы, помогать работникам офисов. С несовершеннолетними заключают срочный трудовой договор. Они работают на четверть ставки. Зарплату платят дважды в месяц. Средства на это выделяют из окружного и муниципального бюджетов. Просто решил поработать. Лишние деньги не бывают. Городу тоже помочь надо, убирать мусор. Я прошлый месяц работал на Иралашленде, 7 тысяч. И вот в этом месяце что-то около 7 будет. Убираем, подметаем. Где-то копают бывает. В общем, работа разная. Детям нравится работа. То есть любая работа, она ценится. И то, что они убирают мусор, это неплохо. Это наоборот хорошо. Они помогают городу. Они молодцы. Ребят много. Бывает, что не все могут даже попасть. В основном есть такие ребята, которые уже работали один месяц, они на второй месяц приходят. И на третий тоже приходят. Потому что хотят работать. Они зарабатывают деньги для себя.